Ну а тем временем поселок Степной уже завалило снегом. Жители микрорайона жалуются, что с начала ноября, собственно, как и начались снегопады, управляющая компания сократила всех дворников. А расторгнуть договор с коммунальщиками невозможно. Почему, расскажет Елизавета Васильевич. Светлана Захарчук говорит, это сейчас подходить к подъездам стало немного проще. Дорожки к домам пришлось протоптать. Снег здесь не убирали с начала ноября. Управляющая компания, учрежденная Министерством обороны, сократила всех дворников в поселке Степной. Взамен открыла одну новую вакансию. У нас получается 6 домов и 7 общежитие. И вот по сей день у нас нету дворников. Потому что у нас территория очень большая. Сделали ставку 8500 минус подоходный. Это получается 7300. Вот каждый дом, допустим, по 25-30 метров от дома. И за 7300 это вообще нереально убирать. Еще плюс мусорка. Естественно, за такие деньги никто работать не хочет. Люди жалуются, мусор вывозят редко, как и убирают в подъездах. Впрочем, главная проблема сейчас это снег. При этом за содержание жилья Мичи платят по 1300 рублей в месяц квартиры. Люди подсчитали, что в месяц со всего поселка собирают около 4 миллионов. На такие деньги можно нанять сотню дворников. Но главное управление жилищного фонда этого не делает. Те, кто смог, выбрали другую управляющую компанию. У этих подъездов, в отличие от остальных в микрорайоне Степной, чисто всегда. Здесь снег убирают регулярно. Людям удалось сменить управляющую компанию. Все потому что большинство проживающих в этом доме являются собственниками. Все остальные также поступить не могут. В других домах квартиры предоставлялись тем, кто работал в военном городке. А значит, расторгнуть договор невозможно. А Мичи обратились в администрацию города с просьбой передать землю в муниципальную собственность. Однако получили отказ. Чиновники не захотели брать на себя ответственность за этот участок. Военные до сих пор не ликвидировали озеро Мазута, появившееся там из-за прорыва трубы в 2012 году. Чтобы рекультивировать почву и восстановить инфраструктуру требуются сотни миллионов рублей. Сумма неподъемная для городской казны. Но после того, как в поселке побывала наша съемочная группа, здесь появилась спецтехника. По словам представителя управляющей компании, убирать снег таким образом будут, пока не найдется дворник. Будем проявлять аварийную ситуацию, будем также привлекать специализированную технику, очищать это все. Впрочем, уборкой это можно назвать с трудом. По поселку передвигался всего один трактор, который почистил проезжую часть, а потом сгреб снег к домам. Дороги, ведущие к подъездам, так и остались заваленными сугробами. Между тем, в понедельник синоптики снова обещают осадки. Елизавета Васильевича, Алексей Попов. Новости здесь, Омск.